Крепкий иммунитет Я приехала в поликлинику, чтобы во всех этих вопросах разобраться Тяжельников Андрей Александрович, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Александрович, здравствуйте! Добрый день! Я покопалась в интернете и нашла популярные утверждения про иммунитет Вот, например, давайте их обсудим Витамин С, его дополнительный прием укрепляет иммунитет и защищает от простуд Это правда или нет? Ну, в определенном смысле баланс витаминов в принципе, естественно, благотворно отражается на иммунитете В том числе и витамин С При этом думать, что только витамин С способен защитить тебя от болезней, конечно же, несколько необоснованно Именно поэтому мы все-таки рекомендуем принимать витамин С как в период вне заболевания, так и особенности, когда пациент заболевает Но при этом исключительно одним витамином С, конечно же, невозможно укрепить иммунитет, это миф Это миф! Двигаемся дальше! Следующее утверждение – это про иммуномодуляторы, что они помогают укрепить иммунитет Вообще звучит логично – иммуномодуляторы! Такая достаточно распространенная информация И действительно, казалось бы, иммуномодуляторы должны что-то модулировать При этом они существуют как природные, то есть это какие-то растительные, допустим, происхождение вещества Этинации, вот это лимзии Да, так, и уже изготовленные синтетические препараты При этом научно обоснованной, доказанной эффективности этих препаратов не существует И тоже уповать на то, что ты будешь принимать иммуномодуляторы И таким образом защитишь себя от заболевания, конечно же, нельзя Это миф! Я даже читала, что они могут быть опасны для здоровья Если вот человек начинает принимать их, то может как-то спровоцировать какой-то гипериммунитет Это возможно? Я бы так не сказал, скорее можно говорить о том, что очень часто люди, уповая на те или иные препараты Забывают о других правилах, в том числе личной гигиены И таким образом подвергают себя дополнительному риску Именно поэтому мы всё-таки предлагаем всегда при любом заболевании Консультироваться с врачом и принимать то лечение, которое тебе назначено Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, прививки могут снижать иммунитет? Ну, это, конечно же, миф, и поэтому я скажу об этом сразу Что это миф, именно потому что вообще вакцина-профилактика как раз направлена на то Чтобы создать иммунитет для того или иного заболевания, против которого вакцина создана Именно поэтому мы рекомендуем вакцинироваться от разных инфекций В том числе самая массовая вакцинация, это, конечно же, от гриппа И здесь необходимо сказать, что мы видим, конечно, что люди Которые вакцинировались своевременно или не заболевают совсем Или, если даже заболевают, переносят это заболевание крайне в лёгкой форме То есть без осложнений даже? Безусловно То есть прививки, на самом деле, не снижают наш иммунитет, а наоборот, я так понимаю, поддерживают Естественно Я тут недавно посмотрела такой фильм Там парень жил в пузыре с самого рождения Прям вот в стерильных условиях И я подумала, будет ли иммунитет сильным, если жить в принципе в стерильных условиях То есть постоянно обливаться этими антисептиками, мыться Ну вот прям суперстерильно, чтобы всё было Конечно же, это миф И здесь надо сказать, что в стерильных условиях абсолютно есть тоже определенные опасности Иммунная система, она, естественно, должна тренироваться Человек должен сталкиваться с различными угрозами Для того, чтобы всё-таки укреплялся иммунитет, укреплялась иммунная система Таким образом, всё-таки, надо сказать, что жить в стерильных условиях для того, чтобы у тебя был крепкий иммунитет Абсолютно точный миф, с которым тоже нужно бороться Иногда у нас получается, что люди излишне много уделяют внимание как раз какой-то чистоте И это становится таким болезненным состоянием, что, в общем-то, тоже не способствует здоровью Именно поэтому мы всё-таки рекомендуем встречаться с людьми И мы рекомендуем, в общем-то, посещать места массового пребывания для того, чтобы всё-таки происходило общение Как детям всё-таки рекомендуется выходить в детские коллективы, в детские сады, в школы Ну, конечно же, не тогда, когда они болеют Но, в принципе, естественно, есть статистика, при которой ребёнок, который, допустим, не ходил в детский сад Или не ходил в школу до определённого возраста Потом оказывается в коллективе и может, конечно, начинать болеть Потому что иммунная система не была готова вот к такому контакту Нету разнообразия действий Да, не была готова к такому контакту с инфекциями, с различными угрозами И здесь про взрослых людей абсолютно такая же история То есть адекватные вот эти правила поведения, правила гигиены вы должны соблюдать Но жить в пузыре, это, конечно же, не нужно делать Андрей Александрович, спасибо вам большое за консультацию Было, на самом деле, очень интересно Столько мифов с вами развеяли Спасибо Спасибо огромное, не болеете